Движение на велосипедах по территории крепости было частично запрещено еще в 2003 году. Согласно установленным тогда правилам, велосипедисты могли ездить везде, кроме мест экскурсионных маршрутов. Но ни просьбы, ни увещевания на любителей прокатиться с ветерком не действовали. Обладатели железных коней чаще всего на немалой скорости носились по мемориальному комплексу, подвергая опасности жизни и здоровью посетителей. Уже этот факт заставил задуматься руководство мемориала о необходимости что-то решать, не говоря уже о морально-этической стороне вопроса, ведь площадь церемониалов отнюдь не может быть подходящим местом для велотрека. Мы, в принципе, руководствовались тем решением исполкома, которое было принято в 2003 году, потом некоторые изменения были внесены в 2006 году. Речь в нем шла о запрещении движения по экскурсионным маршрутам. В принципе, мы не возражали по движению велосипедистов по территории крепости, там, где они не мешают группам, экскурсионным или одиночным посетителям, семьями и так далее. Поэтому у нас, я так полагаю, никакого конфликта в принципе не было. Просто порой отдельные, хотя их и немало, велосипедисты, вели, мягко говоря, себя некорректно по отношению к другим посетителям. Если я еду по главной аллее, то вы, пожалуйста, будьте добры, расступитесь, потому что я еду. В связи с этим, 21 августа текущего года в крепости состоялось рабочее совещание с участием представителей госавтоинспекции «Мемориала Брестская крепость-герой» и горосполкома. В ходе данной встречи было принято решение по организации велосипедного маршрута, проходящего через территорию комплекса. А на следующий день, 22 августа, состоялась комиссия по безопасности дорожного движения, на которой был рассмотрен вопрос о том, как обозначить веломаршрут так, чтобы эти указатели были понятны всем участникам дорожного движения в Брестской крепости. 22 августа на комиссии по безопасности дорожного движения был утвержден маршрут велодвижения на территории Брестской крепости. Также была разработана соответствующая схема и обозначение велосипедного движения. Итак, для наших уважаемых велосипедистов хорошая информация. Веломаршрут пройдет в обход Брестской крепости по западной стороне. То есть это от Северных ворот, дальше близ Свято-Николаевского гарнизонного собора, Хомские ворота, вдоль реки, около казармы, затем вдоль монумента Жажды и до главного входа. Уже в ближайшем времени дорожки, по которым разрешен проезд велосипедистов, будут оборудованы и обозначены в соответствии с правилами дорожного движения. А любителям такого вида активного отдыха остается только напомнить о необходимости их соблюдения. Ведь территория мемориала – это священное место, с уважением относиться к которому долг и обязанность каждого человека.